У лидера партии «За життя» одиозного нартепа Вадима Рабиновича обнаружили израильское гражданство. Об этом написал известный блогер Василий Кручак и опубликовал документы. Напомню, двойное гражданство в Украине запрещено. Что дает Рабиновичу израильский паспорт в нашем материале? Народный депутат Украины Вадим Рабинович является гражданином государства Израиль. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил блогер Василий Кручак. Он опубликовал в сети копию документа Министерства внутренних дел Израиля. Выписку из реестра регистрации населения. Из него абсолютно четко следует. Рабинович зарегистрировался там еще в ноябре 1994 года. Вот правда, вместо имени по украинскому паспорту Вадим указал иное Давид. Главное, документ содержит номер его идентификационного кода, который может получить только гражданин Израиля, пишет блогер. По данным Василия Кручака, Рабинович репатриировался в Израиль в 1994-м вместе с супругой Мариной Ландберг-Рабинович. Там они, как репатрианты всей своей семьей, автоматически получили гражданство. А наличие у Вадима Рабиновича израильского паспорта уже не раз писали журналисты. Сам же нардеп упорно отмалчивается. По данным СМИ, в 1999 году бизнесмену Рабиновичу на тот момент дважды судимому СБУ запретило въезд в Украину на пять лет. По одной из весомых причин. Запрет был связан с расследованием немецких журналистов из издания «Шпигель», заявивших о причастности Рабиновича к аферам с советским оружием, оставшимся после развала ГДР. Однако его покровителям удалось снять запрет, и он продолжил заниматься в Украине чем-то похожим на бизнес. Напомним, с 2007 по 2013 Рабинович был президентом футбольного клуба «Арсенал Киев», оставив в итоге клуб с долгом почти в 400 миллионов гривен. Известен он и несколькими неудачными политическими проектами. Бизнесом в Израиле, по его же признанию, он не смог заняться. Там не то что аферистам, премьерам и топ-политикам дают по рукам за нарушение закона. Тут в Украине Рабиновичу вольготно. Пока под Нацбанком проходили фейковые митинги, на которых Рабинович по подсчетам журналистов заработал не менее 75 миллионов гривен, сам он паковал вещи и отправился на отдых в Израиль. На элитный курорт Герцлия на Средиземном море. Там в шикарном отеле он пробыл как минимум три недели, как раз пока Верховная Рада обсуждала статус Донбасса и пенсионную реформу. Наличие израильского паспорта сулит украинскому нардепу-защитнику пенсионеров и вкладчиков немалые бонусы. В 2020-м по местным законам он сможет оформить пенсию и получить разовую материальную помощь – 150 тысяч долларов. Ежемесячно Рабинович с супругой также будет получать как минимум еще по 600 долларов от государства и сможет претендовать также на социальную надбавку – в 1000 долларов. С двух государств по нитке и нардепу-вышиванка. Гражданство Израиля полагается только людям, которые имеют на это права, а именно евреи, дети евреев или внуки евреев. Это те люди, которые автоматически имеют право на получение гражданства, если они докажут свое право. То есть у них есть метрика, подтверждающая, что их родственники были евреями. То есть это люди, которые сразу же получают гражданство, как только доказывают то, что они евреи. Интересно, сколько времени теперь понадобится украинским правоохранительным органам, чтобы лишить скандального депутата украинского паспорта, как это произошло, к примеру, с нардепом Артеменко, а заодно и депутатство. По нашим законам двойное гражданство абсолютно четко запрещено. И мы обязательно проверим, получили ли СБУ и МВД информацию, опубликованную блогерам, и как долго они с ней будут возиться. Включение Рабиновича в список оппозиционного блока на парламентских выборах в 2014 году было ошибкой. Об этом комментируя двойное гражданство политика, заявил нардепутат этой политсилы Николай Скорик. По его словам, Рабинович использовал Украину, цитирую, как трамплин для обеспечения себе с этой пенсии в другом государстве. Двойное гражданство – это преступление перед украинским народом, уверяет Скорик. И заявляет, Рабинович предал избирателей и страну. В партии требуют от компетентных органов провести тщательное расследование факта в наличии израильского паспорта у Рабиновича.